Всем привет! Человечеству уже не раз предлагались самые разнообразные варианты грядущего апокалипсиса, но до сих пор никто не знает, что конкретно может стать причиной его возникновения – деятельность человека или природное явление. На Индонезийском острове Суматра находится крупнейшее на земле вулканическое озеро, образовавшееся в кальдере вулкана Тоба 74 000 лет назад, во время последнего извержения самого сильного за последние 25 миллионов лет. По подсчетам, в атмосферу было выброшено около 2800 кубических километров лавы и вулканического пепла на 12% больше, чем выбросил Yellowstone 2 миллиона лет назад. Активность такого мощного вулкана может иметь самые серьезные последствия для глобального климата, но есть причина, по которым извержение Тоба выглядит еще более пугающим. На Суматре проживает более 50 миллионов человек, беззащитных против стихии, а сам остров находится всего в 40 километров от Индийского океана, где рождаются мегацунами. И извержение большого масштаба, несомненно, вызовет волну небывалых размеров. Есть предположение, гигантский вулкан может скоро вновь проснуться. Об этом, ученые говорят, выделение вулканических газов и нагрев почвы на поверхности Тоба. Не меньшую угрозу для всего населения Земли представляет собой вероятное разрушение южной стенки вулкана Кулея, расположенного на большом острове Гавайи. Если это произойдет, 12 тысяч кубических километров породы образуют гигантский оползень, окрещенный Хелиной, рухнут в Тихий океан. Сформируется мегацунами, который за несколько часов доберется до Северной Америки и затопит все западное побережье. Учитывая, что оползень постоянно находится в движении и очень нестабилен, одного небольшого землетрясения будет достаточно, чтобы запустить катастрофическую цепь событий. Может показаться, что вероятность возникновения разрушительного цунами в Северном море смехотворно мала. Но глобальное изменение климата и появление подводного оползня в этом регионе заставляет всерьез задуматься над таким вариантом событий. К тому же уже был подобный прецедент. Ученые выдвинули гипотезу, что около 6 тысяч лет назад потепление климата и быстрое таяние льдов вызвали резкое повышение уровня моря. Это привело к дестабилизации подводных ледниковых отложений на краю норвежского континентального шельфа и стало причиной образования 300-километрового оползу. Волны цунами небывалой высоты накрыли шотландские острова, побережья Норвегии, северное и западное побережье Шотландии. Если из-за потепления климата начнут таять ледниковые щиты Гренландии и Западной Антарктики, эта история вновь повторится, и тогда приблизительно на 3 метра под воду уйдут прибрежные районы Шотландии и Норвегии и возможно даже Лондон. На дне Тихого океана между западным побережьем и островом Ванкувер находится зона Субдитцы, место где океаническое дно сдвигается по направлению к североамериканскому континенту. Скорость его движения на данный момент составляет только 40 миллиметров в год, но верхняя часть зоны остановилась, а это значит, что североамериканская плита сжимается. Когда-нибудь давление превысит пороговое значение, и это обернется землетрясением мощностью до 9 баллов. Это приведет к оседанию прибрежной зоны и ее горизонтальному смещению. Вскоре после этого на прибрежные районы обрушится мощное цунами, по сравнению с которым цунами в Японии 2011 года покажется легким волнением в штиль. Насколько реален такой сценарий? Ученые подсчитали, что за последние 10 тысяч лет на регион обрушивались 41 крупное землетрясение, происходившее с интервалом в среднем раз в 244 года. Последняя магнитуда в 9 баллов случилась 315 лет назад. Самую большую опасность для современного мира представляет наша собственная звезда. Периодически возникающие вспышки на солнце рождают облака из фотонов и частиц, чья высвобождаемая энергия сравнима с одновременным взрывом миллионы водородных бомб. Такие облака вторгаются в верхние слои земной атмосферы в течение 1-2 суток. Если солнечный шторм будет достаточно интенсивен, он сможет вынести из строя электрические системы, как на орбите, в частности у спутников, так и на Земле, что вызовет отключение глобальных коммуникаций, интернета и систем глобального позиционирования. На планете его царится хаос. К счастью, последний пик солнечной активности, который пришелся на 2014 год, не оказал существенного влияния на нашу жизнь. Нам остается только уповать, что так же будет продолжаться и дальше. На этом все. Спасибо за просмотр. Расскажи в комментариях, какой из сценариев апокалипсиса тебя ужаснул больше всего.